Всем привет! Вы на канале Вульфий Нитрич. Сегодня мы играем в Black Desert и разберем один очень животрепещущий вопрос. Что сейчас выгодно добывать рабочими, перерабатывать, крафтить, чтобы заработать? Ссылочка на игру есть в описании к видео. Там же есть ссылки на полезные модули для игры. Это видео нельзя назвать точной инструкцией к действиям, так как через неделю, месяц, все может измениться. Но на этом примере, на примере сегодняшней ситуации на рынке, ты научишься анализировать и подстраиваться под спрос. Если, конечно, тебе нравится такой геймплей, если же думать, что это не твое, и ты хочешь в игре просто проводить время, не напрягаясь, то боюсь, что это видео тебе будет бесполезным. Поэтому можешь смело его закрывать, но лайк поставь. Загляни в лавку rpgdon.com, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео. Недавно ввели морской контент, в котором ввели бартер. Про бартер я уже делала видео, вот подсказка, если кому-то нужно. Но море может быть полезно даже для тех, кто не хочет уходить с суши. Если в двух словах, то смотри. Для того, чтобы начать обменную цепочку бартерами, нужны простые ресурсы, которые добываются рабочими. И на некоторые очень высокий спрос. Вот я позаимствовала скрин из шпаргалки гильдии работяг. Ссылку на шпаргалку оставлю в описании. Это все ресурсы, которые постоянно нужны. Некоторых на аукционе слишком много, и они до сих пор по минимальной цене стоят. Например, дикая трава. Но на многие предметы из списка стоят ставки. И их на аукционе нету. Взять, например, грязь. Зеленую руду. У меня лично стоит твинг на нубере, и энергия там постоянно простаивает. Периодически я сливаю энергию именно на сбор грязи в пустыне. Перекинула лопаты, пособирала, и она копит еще недельку энергию в офлайне. И вот так просматриваем каждый ресурс из этого списка. Если что-то рабочее натаскали, и оно пылится в складе, самое время это продавать. Особенно, если цена поднялась до максимальной. Как понять, что цена максимальная? Появляется процент, стрелочка вверх. Это значит, что выше уже цены не будет. Понятно, что после выхода видео рынок может сразу же перенасытиться, все побегут распродаваться. Но это всегда происходит волнами. Сначала идет дикий ажиотаж, потом он спадает. Кто-то отказывается от такой затеи, и товар снова уходит в дефицит. Кто-то разочаровывается в этой системе, а кто-то просто склады свои все разгреб, и больше продавать нечего. Прошу только одно. Очень прошу, убедительно и настоятельно. Не нужно демпить цены. Ставьте их или по наименьшей выставленной, вот, например, вот по этой цене. Или на копеечку дешевле. Не нужно сразу же лупить цену на 5-6 строк ниже. Найдется такой же дурачок, который поставит еще ниже твоей цены. В итоге за буквально 2 часа цена упадет до минимальной, и не заработает никто, ни ты, ни остальные. Товар по вот этой цене по текущей купят рано или поздно. Запомни, что демпинг – это самый главный враг добытчика. Того, кто пытается заработать на продаже добытого. Также напомню про галеон «Гильдию убывающей луны». Если вдруг кто-то не в курсе, это кораблик, который появился вместе с водом бартера. И если у тебя есть горничные, штучек 5, то можно поставить твинка на этом галеоне, взять ему парусник бартели, поставить, привезти туда к этому галеону, через склад аукциона перекидывать ресурсы и обменивать их на выгодные, более дорогие. Предложение к обмену показывается в меню бартера вот здесь, вот в самом низу. И иногда за 1200 пива предлагают 5000 сока. И ты, даже купив пиво с аукциона, будешь в тройном наваре. Мелочь, но приятно. Еще один плюс от моря – это крафт кораблей. Очень много ресурсов не продается для крафта, их нужно добывать через бартер. Но есть парочка ингредиентов, которые создаются из простых ресурсов. Например, на Т-2 кораблик нужен цинк, кора старого дерева, сок пихты, сок акации и сок бузины. Всего этого на аукционе просто нет. Ну, цинк есть, но в маленьких количествах. Кроме вышеперечисленного и того, что на морском контенте, постоянно есть востребованные ресурсы, на которые всегда есть ставки и которых практически никогда не бывают на аукционе. А с переработкой имперской алхимии кулинарии в дефиците стала практически вся кровь, все мясо. В общем, чтобы понять, что конкретно людям нужно, заходим в категорию материалы, там выбираем нужный подраздел и нажимаем сортировку по количеству. Вот эта иконка с мешочком. И так будет понятно, на какие ноды сейчас выгоднее ставить рабочих на добычу и что лучше собирать ручками для продажи. Например, опять же, кровь. Выбираешь, какая подороже, берешь шприц и идешь добываешь. Вот, собственно, и все, что я хотела вам рассказать. Надеюсь, хоть кто-то поймал мою мысль и сможет правильно распорядиться информацией и сделать баблишко. Спасибо всем, кто ставит лайки, подписывайся на канал, заходи в группу ВКонтакте и заходи к нам на стримы, задавай вопросы, либо пиши это все в комментариях. До встречи на просторах игры. Пока-пока.